Новый чеченский лидер после схватки Стара Ахмед Шалинский отправился в колонию в Челябинской области как один из лидеров преступной среды. Как полагают наши источники, выйдя на свободу, Домбаев начнет формировать мощную группу из других воров, которая грозит стать заметной силой в преступной среде. Тем более что Ахмед Шалинский может рассчитывать на серьезную поддержку непосредственно из Чечни. Сейчас существует целый ряд законников, выходцев из этой республики, но каких-то ощутимых успехов в иерархии мафии им добиться не удалось. В первую очередь из-за повального пристрастия к сильнодействующим веществам, последний фактор сказывается, и на охлаждении отношений к этим законникам в самой Чечне. Так, один из сторожилов воровского цеха Хусейн Ахмадов, Хусейн Слепой, ранее был в республике дорогим гостем. Однако осенью прошлого года его задержали в Грозном с наркотиками с большим трудом из колонии в Киргизии удалось вытащить и перевезти на частном самолете в Грозный вора в законе Азиза Батукаева. Азиз. Предполагалось, что он станет крупной фигурой в воровском мире, однако пока его влияние в основном распространяется на чеченскую диаспору. Это показал и недавний конфликт Азиза с законником Надиром Салифовым, Лоту Гули, в котором, по мнению источников, последний выглядел предпочтительнее. Источники говорят, что Салифов сбавил обороты в отношении Батукаева, только когда ему из колонии позвонил Ахмед Домбаев и попросил об этом. В Чечне тоже явно заметное охлаждение к персоне Азиза, в том числе и по причине, названной выше. Другое дело спортивный и религиозный Домбаев, который в употреблении различных веселящих препаратов никогда замечен не был. Ахмед Домбаев почти с юности пребывает в различных колониях. В молодости он был судим за разбой и грабеж, а последний раз оказался за решеткой по весьма громкому делу. Весной 2009 года крупная китайская компания везла в Москву партии обуви, когда четыре фуры остановили сотрудники ДПС. В этот момент к грузовикам подъехали внедорожники с чеченскими номерами, в которых находились 10 мужчин, а также сотрудников СБ РФ Евгений Журавлев. Контрразведчик объявил, что товар изымается как контрабандный. Фуры отогнали на один из складов, разгрузили, а вскоре он оказался весь распродан. Первым задержали Журавлева, которого к тому моменту уволили из ФСБ, а потом под стражу взяли и Домбаева, оказавшегося организатором данного преступления. Ахмед был приговорен к 10 годам колонии во время отсидки его короновали в воры в законе. Продолжение следует...